На этом уроке речь пойдет о покадровой анимации. И в качестве примера мы создадим анимацию говорящего рта. В материалах к этому уроку вы найдете файл фотошопа, в котором находятся 10 слоев с изображением рта на фоне лица мальчика. Изображение слоев фотошопа легко переносится в аниматор с сохранением той же послойной структуры. Откроем новый проект и загрузим в него этот файл. Программа перенесет его в среду, с которой мы еще не работали. Она называется Composer Mode. Но сейчас она нам не понадобится. Просто обратите внимание, что в ней откроется окно менеджера слоев, в котором находятся все слои, загруженные из фотошопа. Выйдем из него в режим обычного экрана и начнем создавать покадровую анимацию. Выделим изображение и откроем для него линейку времени. Известно, что язык, губы и челюсти говорящего человека могут двигаться с частотой 2-4 раз в секунду. Наша программа создает анимацию с частотой 30 кадров в секунду. И давайте в течение 1 секунды мы будем прокручивать 3 изображения. То есть, через каждые 10 кадров мы установим ключи на линейке Transform. Откроем окно редактора спрайтов. В нем находятся все наши слои. Если присмотреться к их изображению на экране, то можно заметить, что все эти слои видимы и накладываются один на другой. А нам же нужно последовательно показывать их по отдельности. Поэтому давайте вернемся к началу линейки и сделаем невидимыми или пустыми, Empty, все слои в первом кадре, кроме первого слоя и лица мальчика. Перейдем в 10 кадр. Как видите, в нем пока что находится изображение из первого слоя. Сделаем его невидимым и вставим вместо него изображение из второго слоя. Потом перейдем в 20 кадр и поменяем его на содержимое из третьего слоя. И таким образом установим в каждом из созданных ключевых кадров изображение соответствующих слоев. Так создается покадровая анимация. Запустим ее с повтором. Смотрится неплохо, но без подключения речи это не имеет никакого смысла. Что ж, пока пусть будет так. Это просто учебный пример. О синхронизации движения губ с голосовым клипом мы поговорим отдельно, когда начнем изучать анимацию персонажей.